Шесть недостроев и больше тысячи обманутых дольщиков остаются пока в Тольятти. Виной всему бюрократические проволочки и отсутствие понимания между участниками процесса. Состояние проблемных объектов стало предметом обсуждения участников выездного совещания межведомственной комиссии. Кому готовится к новоселью, а кому снова предстоит набраться терпения. Анжела Манылова разбиралась в ситуации. Четвертый этаж, вот там балкон, вот да. На четвертом этаже здесь квартира. Счастливой обладательницей квартиры в новостройке Светлана Ахманцева могла бы стать еще три года назад. Не вышла. Застройщик объявил себя банкротом, а возведение пяти многоэтажных домов по улице 40 лет Победы заморозил. Причем уже на финальной стадии. Обещали нам сдать 31 декабря 2013 года. Сейчас, вот видите, уже 16-й год. К сожалению, мама умерла в 2014 году, то есть, ну, не дождавшись вот этой вот квартиры. Вот. И что нас ждет дальше, я тоже не могу с уверенностью сказать. Все это время Светлана живет у родственников. Свою квартиру продала, деньги вложила в Далевку. В похожей ситуации ее несостоявшиеся соседи. Еще 340 человек. Кто-то у нас живет в гаражах, кто-то живет на съемных квартирах у родственников. И есть даже люди, которые онкобольные и живут на даче. То есть, вот топятся вот дровами. Год назад жилой комплекс по конкурсу перешел новому застройщику. Но и он заканчивать работу и заселять дома не спешит. Не урегулированы вопросы с правом собственности земли. Спасти ситуацию и ускорить процесс может трехстороннее соглашение, уверены члены инициативной группы. Для нас важно, чтобы были письменные обязательства застройщика о том, что он зайдет и достроит нас в определенные сроки. А не облачные какие-то заверения. Объясню почему. Потому что за это время мы уже трижды были обмануты. Инициативу обманутых дольщиков приняли к рассмотрению на выездном заседании областной профильной межведомственной комиссии. В Тольятти сейчас остается шесть проблемных объектов. Половина заморожена в связи с банкротством застройщиков. Но во всех случаях уже определены новые. Так что медленно, но верно проблема решается. Если на 1 января 2019 года у нас было зарегистрировано 144 проблемных объекта, 14 тысяч обманутых дольщиков, то в конце декабря прошлого года осталось 15 проблемных объектов. Надежда на заселение до конца этого года появилась и у обманутых дольщиков домом по улице 40 лет Победы. К обсуждению Тольяттинских недостроев члены комиссии вернутся через месяц. Вопрос на контроле у руководства области. Анжела Манелова, Борис Кислицын, Новости губернии Тольятти.